Включаем нашу замечательную печь. Друзья, жалко, у нас телевизионные камеры еще не научились передавать такой аромат. Ну что ж, друзья, всем добрый день. В эфире проект «Вкус окраи». Мы рады всех приветствовать на нашей гастро-студии «Жарче». Сегодня, как всегда, будет вкусно, полезно, интересно. И я аплодирую своей гостей, которая пришла к нам в студию. Это Татьяна Савельева. Вы не представляете, кем является Татьяна. Она сегодня все обещала нам рассказать. Прошу любить и жаловать. Татьяна Савельева – родовед, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вот мы когда с вами готовили вот эту всю красоту на стол, вы мне сказали, а я вообще уже два года не готовила. Как женщина такая очаровательная. У вас еще и дочка, и не готовила два года. Что случилось? Знаете, вот всегда, кстати, это было моей мечтой. Готовить? Не готовить. А, не готовить. Вот как раз-таки не готовить. Я прям долго к этому шла, чтобы, соответственно, обедать в кафе, завтракать в кафе, ну и заказывать еду. Ну и, в принципе, да, к этому пришла. Вот сегодня для меня прям дебют спустя два года. Слушайте, и для Татьяниного дебюта мы выбрали, на самом деле, очень простые, но очень полезные, вкусные, классные продукты. Смотрите, у нас на столе ремесленный хлеб Тартин, я вам про него расскажу. Салат с грядки, укроп. Мы запекли тыкву заранее. Кроме того, болгарский перец тоже с грядки, можно так сказать. У всех хозяек уже наверняка он есть. Вы его в морозилку положили, чтобы он долго сохранялся. Ну и форель, наша саянская форель, чтобы ощутить, я не знаю, вкус хакассии. Ну и творожный сыр. Будем мы сегодня, друзья, делать очень простой салат с кунжутом, с кунжутным маслом. И сделаем брускетту с форелью. Как вам там наша милая? Великолепна рыбу красную, я обожаю. Да? Отлично. Ну что, я предлагаю начать уже готовить наши брускетты. Для этого мы включаем нашу замечательную печь. Она у нас включилась. Татьяна, я пока начинаю все это приготовить, а вы мне расскажите вообще, кто такой родовер. Мы начинаем режеть наш хлеб. Посмотрите, тартин, он такой красивый, ремесленный. Вы знаете, что у хлеба есть мелодия? Нет, впервые слышу. А вы не знали, я вам сейчас покажу. Итак, тишина в студии. Я волнуюсь. Я как на смычке. Ну как, слышали? Это мелодия хрустящего хлеба, друзья. Только что выпечен он в подовой печи. Видите, на камне, очень красивый. Мне тут рассказали еще секрет, как понять, что хлеб свежий. Мы его вот так должны придавить, а потом он... И он должен подняться. Да, подняться в ту форму, которой он был изначально. Вот такой секрет. Смотрите, про вкус окра еще не то узнаете. Ну что, теперь ваше время звучать с мелодию хлеба. Поехали. Так, а у нас уже нагревается. Я, знаете, подумала, что мы будем нашу брускетту жарить на сливочном масле. Совсем чуть-чуть. Мы убавляем. Буквально, друзья, с нескольких сторон. Чуть-чуть. Сейчас он поджарится. Немножко мы прочитывем все. Давайте еще сюда. Так, так, все. Сейчас я добавлю масло. Друзья, можно, конечно, оливковое, можно сливочное. Мы вот решили сегодня с Татьяной, что у нас будет сливочное масло. И следите за температурой, потому что масло сливочное, оно имеет свойство быстро гореть. Поэтому так, таким образом поступим. Ну что, мелодию хлеба мы послушали. Татьяна, кто такой родовед вообще? Родовед – это очень интересная такая профессия. Вообще есть направление родоведения. Вообще все на самом деле очень просто. Это все, что связано с родом. Ну, ни для кого уже, наверное, не секрет, да, что от рода мы берем очень многое, как положительного, так и отрицательного. Ну, и имеет место быть, конечно же, повторяющиеся сценарии, да, какие-то. Допустим, когда мы живем жизнь бабушки, ну, или повторяем, да, жизнь бабушки. Допустим, у бабушки были разводы, и потом внучки. Ну, живут той же жизнью. Вот, соответственно, задача родоведа – вот эти все сценарии, какие-то негативные, убрать. Ну, и чтобы человек уже… Мы никогда не прорабатываем ничего, что там было. У нас это большая, наверное, оказия такая будет. Поэтому мы работаем только с настоящим. Вот, допустим, человек приходит, что у него, грубо говоря, болит, то мы и лечим. Ничего себе! И вы даже сказали, что вы это запатентовали. Да, это запатентовано мое направление. Родовед. Родовед. Ну, то есть получается, что если девушка будет очень с вами откровенна, да, она может рассказать, что какие-то проблемы ее беспокоят, вы будете, ну, грубо говоря, копать глубже и спрашивать вообще, кем были ее родители, так? Да. Вы про это? Да. На самом деле, действительно, да, когда вы приходите к родоведу, очень важно быть честным. То есть нам в любом случае для анализа нужны определенные данные. Это фамилия, имя, отчество и дата вашего рождения. Чудеса. Да. И дата рождения родителей. Ну, и на основе вот этого мы делаем определенный анализ. И потом уже, соответственно, этот анализ мы отдаем человеку. И потом, когда все готово, мы, соответственно, с человеком уже разговариваем. То есть с каким запросом ты пришел. И он, допустим, девушка, ну, как правило, обращаются девушки. Редко тогда. Потому что девушкам все время что-то не хватает. Они хотят разбираться. А я смотрю, пока мы с вами говорим про род и так далее, смотрите, у нас уже наш хлебушек подрумянился, друзья. Красивый. И аромат настоящий. Все, первую часть мы выкладываем. Давайте еще сделаем две брускетты. Вот у нас красивый. Очень вкусненько. Так, я добавляю масло. Убавляю огонь, чтобы у нас тут ничего не горело. Друзья, я напомню, что можно использовать вообще любое масло. Любое. Подгорает. Вот так еще отберем. Выкладывайте. Так, отлично. Татьяна, то есть получается вот это все, вот эти практики, с которых вы начали, да, они сделали вашу жизнь такой наполненной, что даже некогда готовить. Ну, можно сказать так, да. Кто тогда отвечает за готовку в семье? Вообще у меня очень вкусно готовит супруг. Вот. Ну, это больше такие вечерние ужин, либо что-то на мангальной зоне. А так, в принципе, в ресторан и кафе. Александра, все равно девочку, хочется, чтобы мама ее чему-то научила приготовить. Вот это тоже, наверное, про наш род, про наше отношение, ну, как бы возвращение к нашим корням. Ведь наши бабы, мамы, бабушки, они много времени проводили на кухне. И, наверное, у вас тоже этот отклик, ну, мне кажется, хочется заложить в дочь. Или все немножко по-другому? Знаете, наверное, я сейчас немножко меняю традиции. То есть мне все-таки хочется, чтобы и мой ребенок тоже был свободным в этом плане. Потому что я в свое время тоже, ну, я думаю, что это, наверное, у многих есть такое желание не готовить. Потому что постоянно, когда болит голова, да, когда ты приходишь с работы, что же мне приготовить? Что же я уже это готовила, и это готовила, и это готовила. Вот. И как раз-таки я хочу тоже, да, чтобы мой ребенок уже не ломал голову, да, что готовить, а чтобы была возможность купить себе то, что ты хочешь. Ну, либо готовить удовольствие. Вот я пропагандирую сейчас, да, готовить удовольствие. То есть в любом случае, конечно, мы с ребенком делаем какие-то дела, и она придумывает какие-то блюда и говорит, что давай, мама, приготовим. Конечно, я это все поддерживаю. Я тоже за то, чтобы готовить в удовольствие, потому что я точно знаю, что когда женщина готовит в удовольствие, у нее хорошее настроение, она не делает из этого какой-то культ, она не устает, она не загнана, да. А здорово еще, когда ей, например, помогают ее близкие. Мне кажется, вообще тогда идеально. Я тоже так считаю, что когда еда готовится в удовольствие, там же и вкус совершенно другой. Это точно. Ну что, друзья, посмотрите, какие ароматные хлебцы у нас получились. Мы их сделали из ремесленного хлебушка. Хлебушек этот на закваске. Хлеб очень вкусный, воздушный. Мы даже вам показали, как он звучит, друзья. Ну что ж, теперь у нас следующая часть. Я сейчас попрошу Татьяну чистить рыбку, нарезать ее на мелкие кусочки. Рыба у нас малосоленая, саянская форель. Вы знаете, что можно ее посолить очень быстро. Покупаете, чистите. Крупная соль. Ваша любовь. Можно чуть-чуть масла. Значит, добавить еще гвоздики. Лавровый лист. И в холодильник. Несколько часов потом достаете. Она ароматная, вкусная. В общем, все, как вы любите. А я пока займусь салатом. Итак, продолжаем. Татьяна нам уже рассказала, что она у нас родовед. И, как говорится, все сразу может рассказать человеку про его род. Я могу рассказать. На самом деле, да, действительно, очень много человеки, только смотря на его дату рождения и на фамилию, имя, отчество. Вообще, в принципе, по всем этим показателям можно сказать о том, как у человека будет складываться жизнь. Куда ему идти, чем ему заниматься, почему, допустим, те или иные интересные моменты в жизни случаются. И как раз-таки, если мы выявляем, что это негативное, есть, допустим, зарок. Зарок – это не какая-то магия, это просто словесный посыл. И всегда он образуется таким очень интересным образом, когда женщина в сердцах, на каких-то эмоциях говорит такие слова. Да чтоб мне никогда не. Допустим, никогда не родить, никогда больше не испытывать такой боли. Не встретиться с тобой. Да, да. Такое тоже было женщина. И она этот посыл, и это вот, знаете, своего рода, если на обычном примере объяснить, это как шаровая молния. То есть образуется такой заряд. Соответственно, возможно, да, в жизни этой женщины он проиграется, а возможно, что самое не есть хорошо, да, когда он уйдет дальше к потомкам. И вот потом приходит внучка такой бабушки и говорит, я не могу забеременеть. Или, допустим, я вот вся такая красивая, такая, ну, уверенная в себе, а мужчины нет. Вот. И, соответственно, мы вот с этим со всем разбираемся. Вот. То есть это можно сказать, Татьяна, что ты немножко даже, в том числе, и психологическая поддержка? Конечно, конечно, безусловно. Потому что в любом случае, иногда же говорят, что абсолютно незнакомому человеку ты можешь гораздо больше открыться, чем, например, человеку, которого ты знаешь. Так и вот, мне кажется, в этом отношении, когда человек к вам приходит, а вы родовед, психолог, да, и она просто делится своими вот чувствами, которые у нее внутри, у нее бушуют. Да. И в любом случае, конечно, да, когда вот девушка приходит к родоведу, это же тоже не происходит, да, изменения, как по велению, так, волшебной палочки, да, как многие хотят, конечно, я тоже так хочу, но это не так. Это в любом случае родовед всегда вас направит на какие-то новые действия, на какие нейронные связи тоже новые в любом случае образуются. Поэтому, ну, работа действительно действенная. И поход к родоведу тоже приносит очень много интересного в вашу жизнь. По крайней мере, у вас будет новый опыт. Друзья, а я, пока Татьяна рассказывала, уже порезала болгарский перец. Он у меня здесь, видите, такой разноцветный, зеленый, желтый и помидорки. Сейчас я сюда нарву просто листья салата. Вот, все это заправлю кунжутным маслом и посыплю кунжутными семечками. Я сейчас буду вот так рвать листья салата. У нас, смотрите, какое все витаминное, классное. Смотрите, как у нас прекрасно режут форель. Все как нужно, все вот так вот у нас. Так, отлично. Остальное мы еще оставим для брускетты. Все, теперь я беру кунжут. Друзья, кунжут тоже очень вкусно. Буквально несколько таких вот семечек. Вот, красота. Ну и немного масла кунжутного. Мне порекомендовали, оно такое вкусное, только надо чуть-чуть его буквально. И так, чуть-чуть совсем. Смотрите, друзья, вот у нас такой прекрасный салат. Я его вот так перемешиваю. Много у нас его тут. Смотрите, друзья, я не стала сильно мельчить наши овощи и салат. Все сделала крупно. Все это для того, чтобы они не потеряли сок. Вот видите, как хорошо. Кунжут, да, можно их семечки кунжута побольше. Ну и кунжутное масло. Можно также оливковое масло, растительное масло. Любое масло. Вот, главное во всем меру знать, не переборщить. Все, и вот так я сейчас выкладываю. По-моему, прям чудеса. Чудеса, чудеса. И, кстати, можно, знаете, тоже для такой финалочки, чтобы еще было больше, вот так еще сделать. Еще немножко кунжута. Кстати, в этот же салат можно добавить кедровый орешек. Вот, он, кстати, у нас тоже тут есть. Я его хотела еще использовать на брускет. Ну, я вот так парочку кедровых орешек сюда тоже добавлю. Вот такой замечательный у нас салатик получился. Ух ты, как у нас уже здорово. Да, здесь все красиво. Все отлично. Итак, мы уже выяснили, что Татьяна у нас родовед, которая любит готовить в удовольствие. У нее есть дочка Александра, муж вообще хозяйничает на кухне. Но еще мы узнали, друзья, что Татьяна занимается парфюмерией. Парфюмерией, да. Вот это что за новое направление в вашей жизни? Это, наверное, такое основное направление. Это наш совместный с мужем бизнес. Вот, мы уже около трех лет на рынке. Только не говорите мне, что вы ее тоже составляете по роду женщины. Или там совсем другая история. Там не по роду. Ну, да, но мы его составляем. На самом деле, когда человек приходит, у нас нет готового парфюма. И человек уже сам выбирает. Консультант, конечно, задает какие-то определенные вопросы. И потом уже, вот, знаете, я всегда очень любила момент приготовления аромата. Это происходит такое некое волшебство. Когда человек видит, как ему готовится парфюм, во что ему готовится. То есть, он может выбрать флакон, который ему по душе, цвет этого флакона. Ну, и, соответственно, вот это все волшебство приготовления он видит. И прямо на его глазах готовит. То есть, вот, например, я прихожу и говорю, мне хочется ароматов цитруса, там, я не знаю, корицы. И что, меня еще консультант допросит, там, например, почему вы это хотите? Или там, какое у вас сегодня настроение, или как? Да, он задает очень много вопросов, чтобы выявить тот самый аромат, который вам прям западет в душу. То есть, он обязательно, всегда у нас главный вопрос, какие запахи точно нет, либо какие ноты точно нет. Сколько может занять приготовление духов времени? Приготовление духов занимает буквально минут 10, если большой объем, если нет, минуты 3. И то есть, потом мужчины, коллеги, друзья ощущают этот красивый шлейф, аромат. Да, все верно. Замечательно. Это масла какие-то интересные? Это масла, все на масляной основе. Местные или вы откуда-то их привозите? Мы их привозим, у нас, конечно, есть поставщики. Отлично. Ну что, мы не будем терять ни минуту, заглянем сейчас в ваш бутик. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, Татьяна, у нас с вами финальный этап. Друзья, Татьяна Савельева сегодня у нас на кухне. Это родовед, но еще и специалист по парфюмерии. Мы сегодня узнали, что буквально за 10 минут при помощи микса различных масел можно создать свой неповторивый аромат. Наверное, есть и ароматы на успех, да? Вот это все есть. Или это тоже маркетинговый ход? На самом деле, это маркетинговый ход. Вообще, у меня четко есть убеждение, что наши ароматы как раз-таки приносят женщине счастье, удовольствие и изобилие. О, отлично. Поэтому так женщины любят наши ароматы. Да, ну а мы на нашей кухне в гостостудии «Жарчи» уже приготовили вот этот замечательный салат, который вошли помидорки, листья салата, болгарский перец, кунжутное масло и кунжут. Мы также с вами обжарили ремесленный хлеб, получили вот такие брускетты. Татьяна у нас почистила саянскую нашу форель малосольную. Я теперь предлагаю, ну вот просто вот сейчас включить всю свою фантазию. Друзья, мы сейчас будем намазывать это все творожным сыром. По возможности, по нашему желанию, будем добавлять вяленый томат, форель, семечки кунжута, замечательный кедровый орешек и можно еще печеную тыкву. Ну что, давайте вот создавать вот эти миксы. Друзья, ну посмотрите, как быстро мы приготовили вкусный, полезный перекус. Я не знаю, мне кажется, с этими блюдами можно и встречать гостей, и прийти в гости, ну и просто удивить своих близких, например, прекрасным воскресным, субботним утром, вечером. Да, согласна полностью. Да, у нас сегодня была в гостях замечательная женщина, девушка-парфюмер, родовед Татьяна Савельева. Ну а этот эфир мы обязательно сохраним, напишем вам подробный рецепт, чтобы вы также готовили вкусно, как мы. Татьяна, от вас небольшое пожелание всем нашим зрителям. Ой, у меня пожелание очень такое интересное. Я всегда всем говорю о том, что верьте в себя, у вас обязательно все получится. Ни в коем случае не бойтесь ничего. Гоните от себя все страхи и делайте то, что вам нравится, и то, что по душе. Вот это вам принесет счастье. Обязательно принесет счастье, друзья. Ну а мы желаем вам приятного аппетита. Это был проект «Вкус окрая» в гастростудии «Жарче». Скоро увидимся.